Здравствуй, футбольная страна! Добро пожаловать в Саратов! Мелбет первая лига приглашает нас на берега Волги в эту рабочую субботу прямо в середине дня. 17-й тур стартует синхронно в Саратове и в Красноярске. И мы с вами будем наблюдать за матчем между Соколом и Тульским Арсеналом. Команда из разных полюсов в турнирной таблице. И Евгений Галимов из Екатеринбурга готов дать сигнал о начале этого матча. Да, поехали, друзья! Липовой катет назад, можно начинать. Ну, собственно, давайте судейскую бригаду Евгений Галимов из Екатеринбурга. Главный арбитр. Помогают ему на линиях Александр Приходько из Москвы. А здесь ошибка. Забелин теряет мяч и Попов. Попов оказался справа и удар он наносит. Мимо цели, но фиксируем первую попытку. Прошу прощения, конечно, был не Попов, а Турищев. Ну и пытается разогнаться Сокол. Неплохо, кстати, это получается. Голубоярином. Голубоярином навешивает. Питер не простреливает. Это гол! Это гол открывает счет Сокола. 1-0! Если не было офсайда, его там не было. Артем Максименко! Четвертый свой мяч в этом сезоне забивает. Блестяще! И во многом неожиданно, надо сказать, но не вытекал этот гол никак из развития событий. Но футбол это не всегда про логику. Футбол это очень часто именно про эмоции. Про вот такие эмоции восторженные саратовские болельщики. Те герои, которые в середине рабочей субботы смогли посетить стадион. Наверное, чаще всех в составе Арсенала мы называем. Именно его фамилию. Это Липовой пробивает поворотом Костаревский. Если кому добить, это бивается Сокола. Это было опасно. Ну, кстати, вообще у Арсенала не очень здоровые дела выдались в последнее время с АСК. Игнорируют все их требования. Это еще один прострел на Турищева. Пробивает Максим. Не попадает в цель. Это Кайнов. Кайнов может, кстати, и пробить. Что он и делает! Это было опасно. Максим Кайнов. Максим Кайнов, который в полнейшем порядке в последнее время. Железобетонный игрок основы Арсенала. Слева себе предлагает Сараев. Получает он мяч. Там еще левее есть Липовой. Но Алан подает. И здесь нужно бить. Нужно здесь бить Костаревский. Что творит и как же не забивает Турищев? Моментище просто у Арсенала. И что же в этот момент делала оборона Сокола? Там и принять мяч футболисту Арсенала дают. И ститку выполнить. И пробить его партнеру. Но не покидает предел. А в штрафной удар. Делояна Костаревский. Бурные аплодисменты зрителей. Одобрение от Копленко. И свисток на перерыв. Со счетом 1-0. Сокол обыгрывает тульский Арсенал. Когда Сараев оказывается с мячом. Потому что, как правило, это означает что-то интересное. Это удар Кайнова и сейф Костаревского. Казалось бы, прямо в Петра мяч летел. Но опускался снарядом. Прямо перед Петром. И он решил не рисковать. Это пас под удар. Или нет? Бердников переложил под левую. Пробивает. Но Костаревский такие ловит с закрытыми глазами. Итак, кто может появиться на поле у Арсенала? Просто восклицают саратовские зрители. Когда удается к Соколу мяч подальше от своих ворот отвести. А это удар Делояна. Костаревский снова не рискует. Со второй попытки лишь фиксируя мяч. Ответную передачу тут же от Бабаева получает Максименко. Бабаев там просит передачу. Максименко, разумеется, бьет. Это было предсказуемо. Левашов на месте. Левашов показывает, что он не застоялся, не замерз, не застекленел. Еще, блин, непонятно, подскольку под газона. Ох, какая передача Бабаев. Бабаев простреливает Ермолин. Ну как же сейчас Сокол не делает 2-0? Вот это была бы развязочка. Помешал, помешал Турищеву доставить мяч Раздорский. Что, правда, в итоге все равно им завладел. Костаревский играет на выходе не очень уверенно. Пустые ворота Сокола. Удастся ли пробить футболистам Арсенала? Нет. Вернее, попытка это пробить была, но там защитники, а именно Роман Юзепчук. О расставании с которым, наверное, Химкам приходится жалеть. Спасает свои ворота. Смотрим повтор. Опромечиво, очень опромечиво Костаревский сейчас полез из раунда. Волков вынужден играть назад. Ну да, была пауза. Даст еще немного поиграть Галимов. Или не даст это финальный звездок. Это финальный звездок. Это первая победа Сокола за два с лишним месяца. Прерывается шестиматчевая безвыигрышная серия саратовцев. И прерывается шестнадцатиматчевая беспроигрышная серия Арсенала.